Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И каждую неделю по пятницам мы продолжаем поиски общего культурного и политического пространства. Мы видим, что пространство это за последние несколько месяцев из-за событий в Украине, агрессии России и очень агрессивной политики в Латвии. Я имею в виду дебаты в Сейме, дебаты вне Сейма, дебаты в медийном пространстве. Все это пространство начинает покрываться трещинами, открываются новые разломы, трещины, какие-то возможности создать общее пространство кажутся все менее-менее ясными и возможными. Кажется, что рушатся даже старые мосты, которые вроде еще были в состоянии нас соединять. Поэтому сегодня мы обратимся вместе с вами к нашему собеседнику, философу Игорю Губенко, с вопросами о том, возможно ли после некоторого распада общего пометийного и политического пространства, может быть, каким-то образом уничтожение общего, если не словаря, то, по крайней мере, мне кажется, какой-то общей грамматики нашего общества, возможно ли создать новый политический язык, новые возможности и формы консенсуса, чтобы функционировать дальше все-таки как единое, а не как разрозненное общество. Уважаемые радиослушатели, вы всегда являетесь неотъемлемой частью нашей беседы. Ваше мнение, ваши комментарии для нас очень важны. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе и звоните нам по телефону прямого эфира. 6721-2939 и 6721-3939. Также посылайте ваши размышления и комментарии на номер в WhatsApp и SMS 2061-91. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копейн обеспечивает сегодня техническую часть нашего эфира. Игорь, большое спасибо, что ты вновь нашел время прийти в студию в период, в жаркую страду, когда все происходит в университете и все твои силы направлены сейчас на научные работы твоих студентов. Большое спасибо. Спасибо за приглашение, Денис. И вот я думаю, что сегодня, когда ты уже за несколько минут до начала нашего эфира сидел здесь в студии, мы слышали, как коллега читала новости к 12-часовому выпуску. И надо сказать, что давно я с таким интересом не слушал подборку новостей. Обычно как-то их пропускаешь мимо ушей, можно заглянуть, что происходит в соцсетях или в новостных агентствах. Но здесь это было действительно, у меня было ощущение, что это ожившие полотна Босха, когда кто-то заявляет о том, что не нужен английский язык и что англичане воюют с, непонятно, с нами, в смысле, видимо, с теми, кто считает, что Англия враг уже тысячу лет. В то же время латвийские депутаты пытаются перещеголять друг друга в ускоренном процессе снова памятника, сноса памятника, памятника в Пардаугове, который кому-то известен как памятник советским освободителям, кому-то известен как символ второй советской оккупации. И в то же время некоторые депутаты надеются на то, что не будет увеличиваться число оккупантов и так далее, и так далее. И в какой-то степени я начинаю понимать, что мы действительно живем в период, когда популизм становится столь вульгарным, он всегда вульгарен по своей природе, он упрощает реальность, но сейчас это уже идет некоторое словесное соревнование, может быть, даже попытка создания еще более изящных форм подобного упрощенного восприятия мира, если вообще можно говорить об изящных формах. Все это создает у меня ощущение, что остатки критики, дистанции и разума логического восприятия реальности просто исчезают. Каковы твои впечатления от изменений общественных дискурсов, от политического языка в Латвии после начала военной агрессии 24 февраля этого года? Ведь мы в эфире не встречались до начала войны, как это не страшно теперь звучит. Это так? Ну, по моим наблюдениям, все-таки какой-то качественный новый уровень этих процессов, которые ты обрисовал, он, конечно же, случился 9-10 мая. Все-таки я, по крайней мере, в своем информационном пузыре почувствовал это очень остро. Более всего, Twitter для меня стал таким пространством, как раз которое дало понять, что мы в некой новой реальности живем не только в том смысле, что Россия свою агрессивную преступную войну на Украине начала и продолжает, а в том, что эта война в некотором таком воображаемом смысле, да, как-то спроецировалась, не хочется сказать, пришла к нам, но спроецировалась на наше пространство. И здесь тоже происходит, ну, конечно же, не насильственная, но все-таки довольно агрессивная такая коммуникационная действительно война. Меня очень эти процессы удручают. В то же время я лелею надежду, что это некий эмоциональный всплеск, который, возможно, не будет иметь таких долгоиграющих последствий, да, который, несомненно, ну, скажем так, испортили бы надолго климат, да, в нашей стране социальный, я думаю, для всех, да. Возможно, эти надежды пусты, но я считаю, во многом это будет зависеть от, конечно же, все-таки от людей, к мнению которых прислушиваются, и от людей, у которых есть власть и определенные полномочия. Потому что мы очень часто слышим, насколько неприемлемо, допустим, высказываться в поддержку России, российского режима, учитывая современную, значит, ситуацию текущую, как это делали некоторые участники мероприятий 9, особенно 10 мая. Я полностью солидаризируюсь, это неприемлемо, это неуважение, очень такое ярое проявление неуважения к большинству латвийского общества и к тем ценностям, которые для Латвии являются, ну, основополагающими. Но в то же время, мне кажется, что ждать каких-то, ну, качественных изменений, которые в этой группе людей, поддерживающих российскую агрессию, ну, достаточно тоже, скажем так, наивно и утопично. Ждать, что они сами как-то изменят свои мнения. К сожалению, мы, да, касались ситуации, когда определенный процент населения, это не большинство русскоязычных, но все-таки нельзя сказать, что это абсолютное меньшинство, да, они поддерживают эту военную агрессию, но как теперь с этим быть и почему для нас это стало такой неожиданностью? По моим наблюдениям для большинства, опять же, ну, латвийского общества, все-таки вот эти события 10-го числа стали большой неожиданностью. Почему так? И что это говорит о наших общих стараниях все-таки как-то, ну, не допустить вот настолько пугающего, да, отдаления части наших латвийских людей от общей некой повестки и общих ценностей. Поэтому я считаю, что здесь во многом все-таки роль, я не возлагаю ответственность исключительно на людей, обреченных властью, но мне кажется, их роль в этой ситуации очень значительно и будет еще более значительно в ближайшие месяцы, когда памятник, собственно, будет демонтирован. Очень важно, чтобы прозвучали некие месседжи, да, некие обращения, мне кажется, к нашему обществу в целом, ну, и к русскоязычной его части в особенности, которые все-таки, несмотря на этот накал и раскол, такой беспрецедентный, по моим наблюдениям, в нашей истории последних десятилетий, несмотря на это, все-таки как-то не допустили того, что вместе с ярыми путинистами, если так конкретно говорить, от нас вот куда-то в ту сторону, да, на ментальном уровне уплыли бы еще другие люди, которые, ну, возможно, занимают какую-то нейтральную позицию, но которых тоже шокирует риторика некоторых политиков, да, которые уже не стесняясь говорят о, да, об уменьшении числа оккупантов, о деоккупации, возможно, да, о, выдвигают инициативы о, значит, в том, чтобы отнять гражданство за нелояльность. Да, но также еще и выдвигают требования того, что кто-то может постичь суть лояльности, определить очень четкие критерии, начать измерять ее, да, это тоже мне показалось довольно, скажем, негативной тенденцией. В твоей реплике я услышал множество ключевых слов, которые, я думаю, помогут нам продолжить нашу дискуссию. Это воображаемое пространство, основополагающие ценности, неожиданность, пугающее отдаление, всплеск. Скажи, пожалуйста, если бы мы могли сейчас на время отстраниться от того, что происходит, от того, что многие социологи называют, и антропологи называют социальной драмой, да, в какой-то степени все, что с нами происходит вне нашего личного пространства, это социальная драма, где драма – это действие, а действие – это всегда некоторые действующие лица. Скажи, пожалуйста, если мы посмотрим на этот всплеск, как ты его упомянул, как на возможную пьесу, допустим, пьеса «Всплеск», есть пьеса «Гроза», там, еще какие-то, да, а это «Всплеск». А каковы действующие лица в этом публичном пространстве? И кого ты там, может быть, не видишь? Кого бы ты хотел там видеть? И кто отсутствует? Можем мы набросать список действующих лиц? Ну, к сожалению, да, мы, я думаю, нужно тоже обсудить различные, разные возможности от того, как мы идентифицируем этих действующих лиц, от этого, мне кажется, зависит общая оценка ситуации. К сожалению, таким, ну, ожидаемым, но очень печальным эффектом, последствием военного вторжения России в Украину и всех тех зверств военных преступлений, свидетелями которых мы стали, стала, конечно, реактуализация этнического, да, этно-лингвистического разделения, которое всегда в нашем обществе было значимым, но в какой-то момент мне, по крайней мере, уже казалось, что, возможно, оно теряет это свое основополагающее значение, потому что была пандемия, да, были какие-то новые, вот эти разделяющие общество вопросы, которые часто не совпадали с этим столь знакомым нам принцип отделения, там, условно, латышей и не латышей. Сейчас появлялось что-то общее, что нас объединяет даже в негативном смысле, например, объединяет часть нас, то есть там, например, условные борцы, значит, за защиту так называемых натуральных семей, природных семей, я даже не знаю, как это по-русски называется, да, они, безусловно, объединили часть, ну, людей, независимо от их этно-лингвистической принадлежности, да, я, само собой, не поддерживаю эту инициативу нисколько, но сам факт, вот пример того, как люди могут независимо от этнического фактора, который почему-то до сих пор так значим для нас, что-то, ну, делать вместе, продвигать какие-то инициативы. И, соответственно, ожидаемо было то, что снова русские и латыши, вот это не соответствующее никакой реальности, да, чисто такое воображаемое, можно сказать, деление, да, ну, понятно, что нигде нету такого черно-белого, да, разделения на два лагеря, к сожалению, оно вновь, вот именно в этой воображаемой дискурсивной, да, зоне, оно стало очень значимым. И, соответственно, уже трудно понять, действующее лицо, например, в случае событий 9-10 мая, это кто? Это несколько десятков, ну, может быть, несколько сотен, например, людей, которые всячески поддерживали, выражали поддержку, да, там, путинскому режиму и его вторжению в Украину, или это русскоязычные жители Латвии как таковые? Мне кажется, что очень часто вот это различие, оно вообще, ну, не учитывается, да, то есть там, условно, значит, путинисты, неграждане, оккупанты, русскоязычные, да, такое ощущение, что многие, ну, такого национального, скажем так, толка, толка, спикеры, не только политики, ну, в принципе, люди, которые обсуждают, дискутировать на эти темы, они как-то, ну, забывают, что это совершенно разные общности. И вот мне все-таки хочется думать, что таким главным, ключевым, наверное, да, ключевой коллективной персоной в этой драме, безусловно, было все-таки, ну, меньшинство, абсолютное меньшинство людей, которые по неясным, я думаю, нам до конца причинам, действительно поддерживают весь этот ужас. Это очень меня печалит и заставляет тоже, ну, чувствую себя ответственным за то, что я сам, хотя осознавая, что такие люди в Латвии есть, никогда не прилагал никаких личных усилий для того, чтобы как-то ситуацию изменить. Например, никогда не пытался говорить с ними как с аудиторией. И более того, я даже не знаю, какие каналы, связи с ними существуют, чтобы как-то, ну, не индивидуально, а вот именно коллективно как-то, например. Даже если бы мне было что сказать, я не знаю, куда это говорить. Да, и мне хочется верить, что они, вот это вот очень громкое, да, и заметное, и бесконечно возмутившее наше общество меньшинство, они все-таки стали тем, да, фактором и тем действующим лицом, которое этот всплеск и создало. Ну, и там, безусловно, на него откликнулось. Я не хочу здесь как-то минимизировать, маргинализировать эту реакцию и говорить, что только политики национального толка здесь сыграли роль. Безусловно, их мнение, их оценка ситуации была значимой, но также можно было видеть, что возмущено было общество в целом, да, что это была такая коллективная эмоция. Это было, ну, это было возвращение, опять же, в прошлое иммагинарно, да, надо понимать, что тема оккупации, да, травма оккупации, она, безусловно, была актуализирована, да, да, эти раны, они были как-то снова открыты. И, ну, в каком-то смысле, наверное, эти люди, поддерживающие Россию с российским флагом, находящиеся у памятника, они стали, как бы, ну, таким символом, в том числе, ну, тех российских военных, которые сейчас в Украине совершают эти военные преступления. Ну, то есть, условно говоря, как будто бы мы на воображаемом уровне воюем здесь в Латвии тоже, да, вот, ну, мы не воюем с, там, настоящей российской армией, потому что, слава богу, она не суется сюда, понимая, чем это для нее грозит. Но мы, как бы, вот, воюем... Какой-то определенный сценарий мы здесь тоже разыгрываем, да, сценарий конфликта. Ну, да, потому что надо понимать, что памятник, да, памятник оккупации, я понимаю, и я уважаю тот факт, что для большинства латышей этот памятник в первую очередь и главным образом символизирует именно оккупацию и ничего другого. Но в то же время вопрос, почему он стал столь острым предметом дискуссии именно сейчас. Ну, понятно, что это не только про прошлое, это про настоящее, и именно вот эта, опять же, оккупация актуальная, оккупация частей Украины, сопровождающаяся, ну, захват, да, фактически военный, он, ну, стал таким современным напоминанием о том, насколько вот эта имперская, да, такая тяга к завоеваниям, к... Именно квадратных километров. Да, что на самом деле, ну, это 20-й век в своих самых ужасных проявлениях. К сожалению, надо как-то сказать, что это актуальные события, но очень сложно поверить, что они действительно происходят в 21-м веке, когда, казалось бы, да, нам нужно думать, я не знаю, как бороться с глобальным потеплением, извините, да, даже как-то неприлично об этом напоминать, и решать другие вопросы, очень тоже неотложные, но мы вынуждены, мы, это вообще весь, в принципе, мир, ну, по крайней мере, западный мир, вот как-то участвовать в решении этого, этой ужасной войны, которая развязана, действительно, следуя худшим традициям 20-го века. Вот, и, значит, проекция этой войны происходит у нас сейчас в обществе, ну, такими ненасильственными, надо отметить, способами, это тоже все-таки радует, пока что, да, за исключением отдельных инцидентов, о которых мы тоже читаем, какого-то насилия, да, физического в том числе, но они индивидуальные, это ужасно, да, что такое происходит, что беженцы из Украины терпят такое насилие, или люди, поддерживающие Украину, да, но пока что все-таки это не приобрело кого-то коллективного масштаба. Но так или иначе, насилие, скажем так, символическое, да, агрессия дискурсивная, коммуникативная, которая является таким замещающим, да, замещающим, ну, тоже замещающим, замещающим действием, которое можно сравнить с войной. Ну, в принципе, аргумент, дискуссия, мы часто говорим о ней в терминах войны, и здесь, мне кажется, вот действительно участниками этой воображаемой, воображаемой такой войны стали, к сожалению, ну, так, ее фронт разделился по этно-лингвистическому признаку, что очень грустно, и это так не должно быть. И нужно постоянно напоминать друг другу, что этот конфликт не про латыши versus, там, русские или не латыши. Это не про это, да, как Пабрикс тоже говорил, министр обороны когда-то, сразу, мне кажется, после этих событий, что это политический конфликт, политическая проблема, а не этническая. И, к сожалению, мне тоже хочется в это верить, и хочется всем напомнить, что, по сути, это так. Но, когда очень большое количество людей верит в то, что, например, эта проблема имеет связь с этнической принадлежностью, то это отчасти так и становится, да, потому что взгляды людей, они в социальном пространстве неизбежно имеют влияние на действия, на, ну, собственно, ход событий. И я думаю, что мы могли бы попытаться сейчас, может быть, приглядеться чуть-чуть поближе к этим воображаемым сообществам, к участникам воображаемой войны. Хотя, на самом деле, дискурсивная война тоже имеет место быть, и там тоже есть свои разрушения, да, и есть свои жертвы. Я бы хотел сейчас попытаться обратить взор как раз к латышской общине, и здесь, в данном случае, может быть, использовать в качестве такого символического пространства как раз то, что произошло неделю назад, в пятницу, значит, вот массовый, я не знаю, что это был, митинг... Шествие. Или шествие общества или организации за, скажем, освобождение от советского прошлого или наследия. У меня создалось впечатление по, скажем, текстам, по риторике, по всему перформативному, по концерту, по хотя бы репертуару песен, что это некоторая такая возможность снова актуализировать, как в определенных ролевых играх, пафос конца 80-х. То самое третье, скажем, национальное движение, атмода, которое во многом содействовало как раз обновлению политической культуры Латвии в начале 90-х. Там уже другие возрастные категории, другие люди, но во многом это наследие конца 80-х. Мы это можем посмотреть даже хотя бы по репертуару того, что исполнялось со сцены. И у меня создалось впечатление, что, с одной стороны, это, конечно, нечто такое массовое, что может всколыхнуть, тот самый всплеск, о котором ты упомянул. С другой стороны, было ощущение того, что, ну хорошо, допустим, а ответ-то на вопрос, а что дальше, после того, как это освобождение может произойти, как желало бы этого группа, далее, то есть каких-то либо моментов наутро после праздника, я не обнаружил. Поэтому в связи с этим и вопрос, как ты оцениваешь подобное движение, не является ли оно некоторым свидетельством того, что и в латышской среде дискурсивно нету визии будущего, и нету визии того, будет ли это совместным будущим. То есть снять памятник – это яркое и очень пафосное действие, это драматика внутренне, это пространственное освобождение от многих вещей, которые доставляют боль. А дальше-то что? Вот как ты оцениваешь именно присутствие некоторого футуризма в латвийской политической культуре? Я его не вижу. Ну, мне кажется, вот как раз причина, например, того, почему я не участвовал в этом шествии. Главная причина в том, что его организаторы также подали две инициативы на платформе Monoballs. Одна из них касалась запрета на то, чтобы занимать должности властные нелояльным личностям, индивидам. Вторая касалась лишения гражданства и выдворения тоже нелояльных лиц. Можно спросить, а зачем две? Ну, как бы если уже лишаем гражданства и выдворяем, то, может быть, запрет на должности не имеет смысла. Но это так, полушутка. Эта инициатива подается как гражданская, идущая от гражданского общества. Но, как мы видели, схожие идеи, причем именно идею законопроекта озвучил Янис Домброва, депутат национального объединения уже 10-го числа непосредственно. И, ну, мне это показалось тоже очень сомнительной такой практикой, что идеи, прозвучавшие из уст политиков, потом становятся инициативами гражданского общества. И, мне кажется, это очень неудачно, что такое шествие, которое имело своей целью, ну, как-то, я думаю, все-таки сплотиться против как тоталитарного режима прошлого, ну, так и вот этого фашистского, да, тоже, по сути, мне кажется, уже мы можем говорить, наверное, учитывая новости про, значит, вот эту слежку за российскими гражданами, что это действительно становится тоталитарным режимом настоящего, да. Если мы хотим сплотить латвийское общество против этого всего зла, то это нужно делать по-другому. С другой стороны, опять же, я могу понять, что была эмоциональная потребность и остается как-то перформативно именно латышам, да, как основе нашего общества и, ну, численно превосходящей группе, как-то перформативно действительно соединиться с прошлым, да, и, ну, какую-то силу своего духа, если так сказать, тоже утвердить публично. Я это могу понять, ну, безусловно, все эти элементы, они отчуждают, ну, таких вот, например, людей, как я, да, то есть мне непонятно, почему мы должны обязательно против советского наследия высказываться в, ну, условно говоря, в народном костюме, да. В народном костюме или в некоторых репрессивных категориях, то есть одно дело освободиться от советского прошлого, а свобода подобная нужна всем. Но вопрос, каким образом это происходит, если это будет уничтожение физических, скажем, свидетельств советского режима, об этом я тоже хотел бы сегодня еще поговорить, это одна практика и как бы один принцип. Если это попытка создать новую чрезвычайную комиссию по лояльности и начинать ее измерять линейками или еще чем-нибудь, то это уже совсем другой момент. Это момент, который можно очень легко манипулировать. Особенно в обществе, где правовая культура довольно нестабильна, потому что, к сожалению, вынуждены сказать, что мои личные впечатления и мои личные потери дискурсивные после начала войны таковы, что я вижу в Фейсбуке, насколько быстро слетает некоторый такой флер или как бы такая тонкая пленка, скажем, интеллектуального, интеллектуальной дискуссии со многих людей, которых я этого раньше не ожидал. Это могут быть писатели, поэты, психологи, преподаватели вузов, которые начинают думать в категориях, а почему бы нам сейчас, например, одну из партий не объявить вне закона? Или, допустим, почему шествие, одно шествие в пятницу возможно, шествие альтернативное, партии, которая все еще не является запрещенной и нет никакого решения конституционного суда? Почему шествие этой партии становится как бы объектом дискуссии в категориях, а давайте мы быстренько это запретим еще до того, как они пойдут? То есть, например, в немецкой политической культуре, которая мне близка как бы по опыту жизни там, в Германии такого бы быть невозможно, такого не было бы. Иными словами, все, что разрешено, то является частью публичного пространства. Если юридическая экспертиза постановила запретить, что происходит очень сложно и очень долго, и это опять другой принцип, очень важно понять минимальный объем содержания, чтобы запретить, потому что запрет имеет длинную тень прошлого в Германии. Именно поэтому многие как бы об этом спорят, но так или иначе я вижу, что в Латвии начинается то, что уже когда-то было. Например, для меня подобное движение с этими требованиями само по себе является очень советским. То есть, освобождение от советского прошлого должно было происходить дома, в домашних условиях у каждого из участников, ну ладно, участники так, но организаторов, потому что организаторы действуют согласно советским матрицам. Запретить, стереть, скрыть, уничтожить и так далее. Это моя главная претензия к подобному движению. Каковы твои впечатления по поводу именно, скажем, культуры сосуществования с радикально другим, но тем, который не переступает рамки, допустим, конституционной культуры страны? Ну, видишь ли, экзистенциальная угроза все-таки является фактором, да, которая очень часто, как мы это знаем уже с времен пандемии, она, скажем так, двигает эти границы допустимого. И экзистенциальная угроза всегда является фактором легитимации всяческих запретов, собственно, как это было, опять же, в пандемию. Антон Долин говорил об этом, если помнишь, на публичной лекции, на которой мы бы присутствовали, что пандемия научила нас, скажем так, смотреть на закон сквозь пальцы, а именно в том смысле, что мы понимаем, насколько легко, в случае чего мы можем, да, исполнительным, в исполнительном порядке, да, как-то эти законы немножко подвинуть в одну сторону или в другую. Но в этом и есть риск для общества. Да, несомненно. А вопрос, осознает ли это общество, или оно, как бы, ура, и давайте вот сейчас вперед, мы сейчас откажемся от таких моментов, как сомнения, как некоторая дистанция, как время, необходимое для того, чтобы принять более взвешенные решения. Говоря о сносе памятника, вот тут начинаются некоторые соревнования за то, кто быстрее снесет. Вот, 15-го, там, или еще какому-нибудь, еще какому-нибудь празднику или круглой дате. Опять же, очень советская, по сути дела, риторика. Твое отношение к исчезновению этого памятника как физически-символическому объекту из ландшафта города, из памятийного ландшафта? Да, несколько раз высказывался лично на эту тему, в том числе, мне кажется, у тебя в студии, что, ну, еще, правда, задолго до, у тебя задолго до, что я против сноса был. Сейчас я не считаю, ну, не считаю уместным говорить, что я против сноса, потому что я уважаю мнение большинства латвийского общества, я признаю, что оно таково, я верю в это, и, ну, собственно, понятно, что снос произойдет, снос неминуем, ну, тогда уже, что называется, ну, давайте сносить. Хорошо, то есть, твое мнение тоже изменилось? Ну, как бы, это просто принятие... Реальности. Принятие реальности. Да, но мнение же может быть другое. Ну, я отметил, зафиксировал для себя, что мы оказались за очень короткий, опять же, промежуток времени в ситуации, когда говорить, что ты против сноса, это уже, значит, ну, подвергнуть себя, не знаю, некому чуть ли не астракизму. Возможно, не в случае меня, потому что, ну, со мной как бы все ясно, да, русскоязычность, что от меня ждать. Но я действительно был свидетелем, я не могу там конкретно совершенно об этом говорить, но был свидетелем того, что некоторые мои латышские друзья, а у меня их очень немало, они либо становились, в принципе, адресатами различных упреков, когда любое мнение, которое диссонирует вот с этим основным, да, его сразу пытаются замалчивать и стыдить того, кто его вообще высказывает. А в каких категориях пытались стыдить? Ну, в том, что нужно, я не знаю, наконец, проявить характер. Вот этот дискурс того, что все латыши, кто против сноса, да, они не готовы проявить характер, мужество или что там еще надо проявить, да, да, что нужно, наконец, собраться с духом и вот сделать. Арнист Балыч, в том числе, он высказался в этом смысле, да, что надо. Да, 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 потому что вот мы себя проявим как общность. И у меня двойственное отношение, с одной стороны, возможно, действительно, это будет иметь какую-то долю этого позитивного эффекта, но видя сразу, как эта инициатива обрастает другими репрессивными, всякими идеями, опять же, про выдворение и лишение гражданства, меня это в том числе пугает, да, потому что, ну, понятно, что аппетит приходит в процессе еды, да, и не хотелось бы, чтобы вот этот дух, который, так, подъем которого случился бы на, собственно, сносе, он бы дальше продолжил, ну, как-то искоренять вот эти остатки советского прошлого, ну, в том числе не только в сегменте мемориальных комплексов и прочих пространственных каких-то символов, потому что, ну, я говорю, например, я тоже в том же Твиттере получил уже столько приглашений покинуть Латвию, если меня что-то здесь не устраивает, хотя как раз-таки единственное, о чем я говорил, это как раз-таки перспективы, ну, какого-то единения нас, несмотря ни на что. Ну, видимо, единение твоим оппонентам не является большой ценностью для будущего латвийского государства. Ну, опять же, это самые громкие голоса, они, ну, как правило, все-таки не в большинстве, но то, что градус агрессии вырос в этом, да, кругу тоже несомненно, да, и, то есть, я сейчас вижу приглашения вот такого рода и какие-то, ну, диагнозы, характеристики меня, которые раньше не звучали, да, то есть, понятно, что это накал, он очень-очень высокий. Скажи, пожалуйста, а каково твое мнение по поводу посмертного существования этого памятника? Я сначала подумал, что это прекрасная идея, если можно было бы его отдать России, российской стороне, потому что то, что меня заботило, когда я осуждал перспективу сноса, меня заботило в том числе возможность, ну, какой-то, так, вульгарно выражаясь, ответки, да, не военного толка, конечно же, но, например, некого гибридного толка, да, со стороны России, потому что понятно, что для России, учитывая ее современную идеологию, это святыня, да, и если кто-то ее вот так попрал, таким, да, возмутительным для них способом, то оставить это без ответа, это проявить слабость. Опять же, я боялся вот этого, что тот же Путин будет просто, ну, чувствовать себя обязанным как-то ответить, чтобы собственные же его, да, группа поддержки не посчитала, что он слабак. Или все это довольно в тюремных категориях, если честно. Ну, извините, к сожалению, да, если мы говорим про Россию, тюремные категории там очень даже актуальны. И пацанские, и дворовые категории, как мы знаем, тоже. Ну, так вот, и я думал, прекрасно отдать им этот памятник, пусть они его поставят где-нибудь у себя, где хотят, да, и все, конфликт, возможно, решен. Но, понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. Что касается его размещения частичного или не частичного где-то в каком-то другом месте на территории Латвии, сейчас я это не считаю уже вероятным, потому что, извините, если мы говорим уже о ликвидации всего советского наследия, ну, то уже поздно пить боржоми и мечтать о том, что где-то его установят, не знаю, ну, за пределами Риги. Просто это было бы тоже проявление какой-то, ну, какая-то полумера. Это было бы в глазах очень многих людей, которые хотят, чтобы этот памятник исчез, ну, так радикально. То есть я поэтому предрекаю, что, ну, если где-то что-то от него останется, то это будут некие фрагменты, да, и надежд таких я не питаю. Ну, и, собственно, надо сказать, что мне лично, эмоционально этот памятник, он для меня не значит, ну, так практически ничего, да, в эмоциональном личном смысле. Надо, опять же, понимать, что я говорю с точки зрения человека, которому он не важен. И когда я выступаю против сноса, это было связано с негативными последствиями сноса, а не с тем, что я считаю, что это какая-то святыня. Я действительно, ну, несмотря на то, что я предлагал со своей стороны как-то его переформатировать, да, я признаю, что в текущем своем облике он в первую очередь является действительно вот таким символическим свидетельством все-таки оккупации. А, собственно, освобождение, победа над нацизмом, она для большинства, по крайней мере, латвийского общества, она, ну, на втором плане. Я скорее имел в виду его судьбу после его сноса. Под понятием посмертное я имел в виду, что есть ли вероятность, что после сноса этого памятника он останется там, как такой памятник-призрак? Я понял, да. То есть это был вопрос другого уровня. Я слишком тебя буквально... Нет, эту сторону тоже было интересно узнать, потому что, на самом деле, если мы говорим об ответственности политического процесса, то все еще не приняв решение, что с ним будет потом, хорошо. Демонтаж — это технический процесс. А что дальше? Вот снимут все, все открутят, там отпаяют, там еще что-нибудь, какие-то другие глаголы неизвестные мне, да, потому что я не знаю этого процесса. А что будет дальше? Вот куда его? Увезут в лес, закопают, бросят в Даугову. То есть до такой степени безответственности, скажем, политическая элита дошла, что неизвестно даже, что потом с этим памятником будет. И тогда он начнет очень быстро играть роль некоторого такого яблока-раздора. Он уже давно таким есть, но теперь он будет иметь некую такую вот именно посмертную такое свое существование, да. Начнутся легенды, истории, обиды, там, версии и так далее, и так далее. Появятся некоторые, может быть, даже, не знаю, какое будет правильное понятие, такие лжедмитрии, да. То есть памятник ведь тоже есть объект интенсивной манипуляции в сознаниях людей. Так вот именно вопрос связан с тем, не останется ли он стоять там вечно, будучи снесенным. Я думаю, в каком-то смысле, безусловно, символ останется и его сила останется. К чему она прилипнет, если мы говорим о каких-то пространственных объектах, если действительно посносят вообще все, что можно, ну, кроме захоронений, да, я надеюсь, еще об этом пока не идет речь, чтобы как-то перемещать захоронения советских солдат. Ну, или хватит до начала. Вот, ну, соответственно, наверное, тогда этот символизм победы, который, да, значим для немалой части русскоязычных и отнюдь не только сторонников Путина и поддерживающих нынешнюю войну, да, хочу тоже отметить, не только, то есть люди, которые возлагают цветы к этому памятнику, возложили в последний раз, похоже, они, это не значит, что они все поддерживают то, что происходит в Украине. Ну вот, но, конечно, для них останется значимым эта дата, этот повод и каким образом далее они будут перформировать, так сказать, да, коллективно свою память, да, удостоверять и укреплять. Я не знаю, я не настолько тоже информирован про все возможные, например, места, где это могло бы и как это могло происходить, но то, что думать, что снос физического памятника, да, это полная ликвидация этого символа, очень наивно, в этом я, безусловно, согласен, да, и с тобой, и с тем же Мартиншем Капранцем, да, который высказывал эту мысль очень, мне кажется, так, лаконично, говоря, что памятник он в головах, да, символ в головах, а не, собственно, вот там, на этой площади. В оставшиеся две минуты очень коротко, так как, к сожалению, в этих дискуссиях глава государства не выказал какой-либо проактивной позиции, которая могла бы объединить людей и не использовал свой символический потенциал, если бы тебе была возможность напрямую обратиться к нему, что бы ты сказал ему в связи с тем, что нас ожидает после сноса памятника? О чем бы ты хотел, может быть, его как символ политической элиты предупредить? Я бы призвал господина президента не использовать возможность промолчать в процессе сноса, найти слова, которые были бы как раз направлены на наше общее благо всех жителей Латвии и которые бы донеслись не только до его, скажем так, наиболее прямой группы поддержки, но и до тех, которые, возможно, так сами и не очень настроены слушать. И последний вопрос. Как ты считаешь, как философ, человек, который напрямую связан с историей идеи, историей этической мысли, памятийный гуманизм, он потерял свою актуальность? Например, Гомер множество столетий, тысячелетий уже назад, писал свою историю войны как максимально объективную, о чем говорил Ханна Арендт. И он, в принципе, говорил о объективности и в то же время о гуманизме к памяти другого. Эта категория исчезла из современного общества? Видишь ты ее следы хотя бы бледные? Ну, я думаю, что несовместимость этих нарративов памяти конкурирующих, она, к сожалению, означает, что, скорее всего, да, на ближайшее время исчезла. И, ну, понятно, что тот нарратив, который связан с советской оккупацией и опосредованно с нынешней российской агрессией, у него в Латвии, в европейской Латвии нет никаких шансов на, ну да, на, не знаю, на какое-то легитимное сосуществование. Что ж, на этой не очень эпидемистической ноте, я полагаю, мы и закончим сегодняшнюю дискуссию, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях у нас был философ, литератор, художественный критик, человек, который размышляет, о котором мне все равно, человек, который пытается предупреждать, Игорь Губенко. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо моему коллеге за обеспечение технического эфира, и мы встретимся с вами снова через неделю. До свидания. Спасибо. Радио Болтком.